В основном их жизнь – беспрерывная учеба. Нужно научиться разговаривать, писать, читать, быть контактными. Учиться, учиться, учиться. Ярких впечатлений не очень много, а так хочется. Знакомиться с новыми друзьями, общаться с ними, быть такими, как они. А потому такие минуты, когда слова особенные, солнечные, дети дождя забываются или стираются из памяти бесценным. Не нужно отводить глаза от таких детей, нужно помогать им, их поддерживать. Потому что у них должно быть такое же полноценное детство, как и у всех остальных детей. Они должны чувствовать себя так же радостно и возвышенно, как обычные дети. Я очень рада, когда проводят такие мероприятия и с удовольствием принимаю в них участие. Я как спортсмен знаю, что такое победить и что такое принять участие в спортивных мероприятиях и радоваться своей маленькой победе. К работе по социализации или инклюзии, так называется процесс реального включения людей с инвалидностью в социум, в 20-й школе подходят по-особенному. Никаких преград, барьеров, акцентов на диагнозы и ограничений, никаких разделений на мы и они. Здесь просто дети, которые знают, что такое дружба, взаимопомощь и поддержка, и знают точно не на словах, а на деле. У них доброе сердце, а потому и волонтерский отряд называется «Доброе сердце». Волонтеры «Доброе сердце» также принимают активное участие в такого рода мероприятиях. Мы также подготовили для ребят призы, подарки для того, чтобы как-то их поощрить за их активную физическую нагрузку. И, конечно же, мы все вместе содействуем здоровому образу жизни и хотим, чтобы ребята активно развивались. Первостепенная задача инициативы «5 плюс 5» понятна. Однако подобные интегрированные встречи, фестивали, праздники, благотворительные акции проводятся еще с одной миссией. Формирование толерантного отношения к людям с особенностями развития. Такие люди среди нас, они есть. И надо научиться видеть этих людей и понимать их, принимать такими, какие они есть. И наши дети ощущают эти результаты, потому что они понимают, что рядом добрые, отзывчивые сердца понимающих людей. И я думаю, что еще большее влияние это оказывает на детей обычных школ. Они учатся сопереживать, понимать рядом находящегося человека. Сегодня в Центре коррекционно развивающего обучения и реабилитации «Стимул» города Бреста обучается 19 особенных мальчишек и девчонок. Каждое мероприятие для них не просто мероприятие, это площадка для общения, знакомств и психологической поддержки. А для организаторов это еще один шаг, пусть совсем маленький, на пути изменения отношения общества к особенным детям. Возможно, именно благодаря таким инициативам в современном мире станет меньше людей, отводящих глаза в сторону, жалеющих, отворачивающихся, или тех, которые бесцеремонно рассматривают особенных детей. Эти ребята живут среди нас. Они такие же, как мы, и точно так же, как мы, имеют право на счастье. Продолжение следует...